Антон, ты скоро? Программа уже началась, а у тебя ничего не готово. Да, Хрюша, да всё уже, вот я, всё, можем начинать, наконец-то! Привет, ребята! Доброе утро, милый зритель! Ждёт вас Хрюша, не проспите! Открывайте ваши глазки! Утро – время доброй сказки! А с нами это сказочное утро встречает актрисы театра и кино Екатерина Давыдова-Тондур! Екатерина, как здорово, что вы к нам пришли! Спасибо, что пригласили, я тоже очень рада! Да, Хрюша, между прочим, вчера весь день готовился, придумывал для вас разные вопросы и кое-какое творческое задание! Да-да! Да, творческое задание? Да, вот! А, с переодеванием! Точно! Интересно! Вы же, Екатерина, актриса! И наверняка с детства мечтали стать актрисой, да? Сценки разыгрывали? Сценки разыгрывали, и я очень любила играть в магазин, просто это была моя любимая игра, но, как видите, стала артисткой! А стихи? Стихи на стульчике читали? Да, читала Дедушке Морозу, тоже в своё время читала, конечно! Интересно! А ваши родители тоже актёры? Папа актёр, да, он познакомился с мамой за кулисами театра, когда она там работала реквизитором, как раз во время детской сказки «Три толстяка». Бабушка у меня тоже очень творческая, она мне всё детство рассказывала сказки, сама сочиняла про лунариев, это жители Луны, и их врагов-лунатиков. А уже моей дочке, будучи прабабушкой, она сочиняла сказки про муравья Мурика и его друга Комарика Марика. Вот здорово! А я тоже сочиняю сказки и люблю их разыгрывать вместе с нашими гостями. Он, Екатерина, и для вас такую сказочку подготовил. Да, Катя, у вас там главная роль. У меня? Да. Как интересно, ну давайте. Так, разбираем реквизиты и сценарии. Вам, Екатерина, платочек. Ага. А как вы выбираете? Вы будете играть девицу-красавицу, а Антон будет играть богатыря. О, мне нравится эта роль. Ну а я, я буду, да, вот-вот-вот-вот. Ну а я буду играть сам себя. О, так нечестно. Честно-честно. О, смотри, Екатерина, преображается. Ну а ты, ты богатырь, всё. Так, ну подожди, богатырь. А, меч, меч, так, меч. Итак, сказ про девицу-марфушу, про Антона. Это я. И про Харюшу. Это он. Удалого-молодца и про строгого отца. Так, я не понял. А отца у нас-то и нет. Ну подождите, мы сейчас найдём. Смотрите, сколько ребят собралось перед экранами. Ого! А кого будем выбирать? Ой, смотрите, вон он! Вон он! А давайте этого мальчика. Да, да, да. Да тебя, да тебя не сомневайся. Ха-ха-ха. Будешь царя играть. Вот. Пальцем нашей морфуши грозит. Вот так, да? Да, только сядь прямо и поправь корону. Мастер-класс от настоящего актёра. Добрый молодец, Антошка. Жил-добыл, да мух считал. Нас два, три, четыре. Мне не нравится такой богатырь. Ел варёную картошку. Вот я люблю. Книжки умные читал. Ну-ну-ну. Рядом с ним жила морфуша. Голосиста, весела. Булки ела. Песни пела. Лапти лыковы плела. Антошенька мой, миленький мой, За что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Или ты мне, или ты мне Сарафан купила, новенький средил. О-о-о! Песню звонкую морфуши Наш Антоша услыхал. Вот так. Навострил глаза и уши, Меч схватил Нет. И поскакал. На ослёнке. Не! На кобылёнке. Не! На любимом поросёнке. Да! Но! Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, полегче, полегче. Не гони. А что не гони-то, душенька, морфушенька? Кто тут? Это Хрюша. А что нам скажет царь-отец? Так, царь-отец, царь-отец. Мальчик, мальчик, ты, ты, грози пальцем. Вот так. О! Не хочет. Как не хочет? А я, а я нашему царю, о, меч волшебный, подарю. Всё. А, а ещё, а, во, а ещё поросёнка, пожалуй, весёлого, смелого, умного, умелого. Согласился! Ура! Ура! И на свадьбу напросился. О! Да остался жить. Прижился. Ха-ха! С Хрюшей нашим подружился. Меч забрал свой кладенец. Вот и сказочки. Конец! Ура! Класс! Класс! Ну что, хорошая сказка получилась? Замечательная, отличная сказка. Мне так понравилось. Екатерина, спасибо, что к нам пришли. Ребята, вам понравилось? Нам с Хрюшей очень. А актёры-то какие у нас. Екатерина, спасибо, что пришли в гости. Спасибо большое, что пригласили. Приходите к нам ещё. У меня много всего интересного. С удовольствием, Хрюша, ещё раз к тебе приду в гости. Ура, ура, ура. А вы, ребята, смотрите наши новые выпуски на канале 3-4. Карусель! Субтитры!